Роль спецслужбы очень велика для государства. Если бы спецслужба работала компетентно, согласно действующему законодательству, и если бы эти спецслужбы возглавлялись бы профессионалами высокого уровня, если бы власти, руководители государства и правительства прислушивались бы рекомендациям спецслужб, такие события, как 5-го года у нас и 10-го года, никогда бы не случились. Я это заявляю вполне ответственно, потому что я сам участник многих тех событий. Я сам был участником тех грандиозных событий, которые привели насильственный захват власти в государстве. Я работал начальником управления поджилободской области. Мы знали, что происходит, что насильственная смена власти будет. Мы заранее все это знали. Ну, мы давали, как честные работники, преследующие интересы государства. Я вел себя так тогда, оппонировал иногда, наверное, и существующей власти, хотя я представлял эту власть. Но, тем не менее, я давал конкретные информации, что может произойти в ближайшие, не месяцы, а ближайшие дни. То, что развернутся. Это специально было запланировано. Но, тем не менее, мы давали информацию и местным властям, и центральную власть информацию давали, но они проигнорировали. И вот это игнорирование привело к тому, что ситуация развивалась таким образом, что потом у нас случились те события, которые случились уже. А потом уже, десятый год, автоматически схожая ситуация. Вот когда спецслужбы, возможности спецслужб, не только спецслужб, всех государственных структур используются в угоду группы людей, находящихся во властных структурах, всегда происходят вот такие катаклизмы. Спецслужба, разведка, это одна из его функций. Есть очень много функций, связанных и с контрразведкой. Контрразведка, это выявление. Постигать на интересы государства. Это и борьба с террористскими и экстремическими организациями, и спионская деятельность зарубежных спецслужб. Очень-очень много вопросов обеспечения информационной безопасности, и энергетической безопасности, и продовольственной безопасности. Все это относится к широкой шерии. Поэтому возглавят эту структуру людям, которые не обучались этой профессии никогда. Они никогда не имели отношения к этой деятельности. Ни дня не работали в этих структурах, ни на самых низких должностях, ни на руководящих должностях. Знаете, чревато, как уже мы видим, констатируем уже, что происходит в нашей стране. Наши руководители нас заверяют, что у нас все нормально. У нас идет развитие во всех сферах, в том числе и в вопросах безопасности, сохранения, обеспечения прав и свобод наших граждан. К сожалению, не так.